Молодой и красивой Я долго верить не хотела, что не со мной пошёл ты в ЗАГС. Я две недели проревела, подушка сохнет и сейчас. Давно подруги намекали, не верь ему, любовь так зла. За верность не дают, не дали, а я как дурочка ждала. Но пожалеешь, 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 дорогой, ой. Пожалеешь, что жениться ты на мне, а на другой, ой. Будь же счастлив, как сумеешь, жить в бою я не на бой, ой. Я только знаю, пожалеешь, пожалеешь, дорогой. Твоя жена, наверное, рада такого парня охватить. Но раньше времени не надо, уж так судьбу благодарить. Ах, разве не дать счастья волос? Откуда знать, бедняжки ей, что ты в пути нажав на тормозь? Сойдёшь на старте моей. Но пожалеешь, 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 дорогой, ой. Пожалеешь, что женился не на мне, а на другой, ой. Будь же счастлив, как сумеешь, жить в бою я не на бой, ой. Я только знаю, пожалеешь, пожалеешь, дорогой. Дружней! Ах, разве не дать счастья волос? Откуда знать, бедняжки ей, Что ты в пути нажав на тормозь? Сойдёшь на старте моей. Но пожалеешь, 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 дорогой, ой. Пожалеешь, что женился не на мне, а на другой, ой. Будь же счастлив, как сумеешь, жить в бою я не на бой, ой. Я только знаю, пожалеешь, пожалеешь, дорогой, ой. Пожалеешь, 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 дорогой, ой. Пожалеешь, что женился не на мне, а на другой, ой. Будь же счастлив, как сумеешь, жить в бою я не на бой, ой. Я только знаю, пожалеешь, пожалеешь, дорогой, ой. Будь же счастлив, что женился не на бой, ой. Где-то в сердце моём натянулась и заныла в тревоге струна. Снова память как будто очнулась после долгого, тяжкого сна. Я звоню в свой неведомый вечер из далёкого серого дня. Убегнуть мне тебя будет не в чьи, если ты не узнаешь меня. Я знаю, всё про ход, и эта боль пройдёт. Тревожить память, может, и не стоит. Обломанная ветка весной не расцветёт. И к осени не станет золотою. Сдоровнув трубки твой голос и замер, я дыхание ловлю в тишине. Сколько дней этот номер был занят, сколько раз отвечал он не мне. Больше так продолжаться не может, ни на что не надеясь рискну. Я из осени серой продрогши позвоню в голубую весну. Я знаю, всё про ход, и эта боль пройдёт. Тревожить память, может, и не стоит. Обломанная ветка весной не расцветёт. И к осени не станет золотою. Я знаю, всё про ходит, но боль пока со мной. Хоть о тебе я вспоминаю редко. И всё-таки горжанка, что не цветёт весной. Твоей рукой обломанная ветка. Я знаю, что всё пройдёт. Пожаре. Я знаю, что про ходит, и эта боль пройдёт. Тревожить память, может, и не стоит. Обломанная ветка весной не расцветёт. И к осени не станет золотою. Я знаю, всё про ходит, но боль пока со мной. Хоть о тебе я вспоминаю редко. И всё-таки как жалко, что не цветёт весной. Твоей рукой обломанная ветка. Я знаю, всё про ходит. Я знаю. Что всё пройдёт. Пожаре. Я знаю. Я знаю. Спасибо. Аплодисменты 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 Да, она вот спрашивает, кому ты сказала за камерой, я тебя, и тебя я тоже люблю Это было совершенно смешно, потому что там, конечно, немножко смонтировали Мне там спрашивали о слухах, говорит, а вот говорили, что у вас там там-то любовь там была Потом мне, очень долго меня доставали по поводу любви с Виктором Чайкой То есть не успели мы записать дуэт и снять, как о любви А вот я ему говорю, а вот я с тобой сейчас побеседовала, теперь мне скажут, что я тебя люблю Ну а так получилось, что засоединили И еще вот одно письмо, сейчас тебе прочитаю Из Смоленска, это Иванова Оля, она спрашивает, какой у тебя муж или любимый? У меня муж, и любимый муж Ну это, наверное, человек, о котором я всегда очень, ну, говорю, наверное, волнуюсь И потому что, наверное, нет таких слов, которые у меня в душе, которые бы я хотела сказать о нем Потому что этот человек и мой муж, и любимый муж, и мой друг, и мой менеджер, и мой продюсер И человек, без которого я просто не могу прожить и не сделать, наверное, ни одного шага ни в жизни, ни в творчестве Потому что он мне очень много помогает Он мне учит, потому что он человек, который уже отдал, допустим, скажем, творчество так Очень много лет И сделал, я не боюсь этого слова, он и был продюсером, наверное, и начинал Много-много, ну, немного, скажем, вот звезд Ну, я думаю, что достаточно, если я назову несколько фамилий Это Ирина Аллегрова, Витя Салтыкова и Саша Назаров, который сейчас поет И поэтому, вы знаете, профессию менеджера, ну, наверное, не каждый знает настолько, сколько он знает До таких мелочей, до какого предчувствия, это, конечно, нужно быть талантом Вот такой у меня муж Ну здорово с таким мужем, конечно А как ты считаешь, вот, ты сама человек сильный, по жизни, вот, ты идешь смело Или ты вообще такая, вот, ранимая, там, обидчивая Самостоятельна ли ты, или наоборот, вот какой-то Вот, у меня, наверное, есть немножко и от того, и от того Потому что я, в принципе, сильная, потому что я выношу много То есть я могу выдержать, ну, по крайней мере, много Терпимо к боли, не к душевной, а к душевной как раз-таки нет А вот именно к боли в такой, там, зуб болит, вот А к душевной, конечно, я, наверное, слабый человек, потому что у меня слезы близко И, конечно же, хорошо, что есть рядом любимый, что есть рядом Вова Потому что мне, конечно, легче, когда рядом со мной кто-то посильнее Потому что я так, вообще-то, слабовата Ну вот сейчас тебе уже на концерт, желаю тебе удачного выступления А после концерта мы с тобой продолжим разговор Удачи тебе! Спасибо Месяц выглянул на все с нами И за тучи закатился Сколько дней прошло в той осени Ты ни разу мне не снится Мне тебя увидеть хочется Только этому не сбыться Потому что в дверь бессонница По ночам ко мне стучится По ночам ко мне стучится Бессонница, бессонница, бессонница И чать тебе претронется И ночью на краю Бессонница, бессонница, бессонница Услышишь, как бессонница Стучила ты твою Бессонница, бессонница, бессонница Печаль тебе притронется у ночи на краю Бессонница, бессонница, бессонница Услышишь, как бессонница случится при твою А с утра заботы разные, от тоски моей спасенье Не любить я стала праздники и субботы, воскресенье Память временем укроется и поможет мне забыться Но пока еще бессонница по ночам ко мне стучится По ночам ко мне стучится Бессонница, бессонница, бессонница Печаль тебе притронется у ночи на краю Бессонница, бессонница, бессонница Услышишь, как бессонница случится при твою Бессонница, бессонница, бессонница Печаль тебе притронется у ночи на краю Бессонница, бессонница, бессонница Услышишь, как бессонница случится при твою Бессонница, бессонница, бессонница Бессонница, бессонница, бессонница Печаль тебе притронется у ночи на краю Бессонница, бессонница, бессонница Услышишь, как бессонница случится при твою Бессонница Бессонница, бессонница Бессонница, бессонница, бессонница Напоминал твой взгляд, ласковый умный свет И любви хотелось только чистой А когда под шерестком ты шептал мне я влюблен Мне казалось счастье «где-то близко» Вспомни, капитан, жаркий летний наш роман С трасти, ураган, бился подτεльняшкой Вспомни, капитан, как удрал ты в океан, Уплыла в туман белая в пуражках. Ну-ну-ну, улыбнись, а еще веселее! Слушала я слова, кругом шла голова, Взвал меня в неведомые страны. В глупых своих мечтах я представляла, Буду я женою капитана. Был за легкий штон причал, И кораблик наш качал, Оказались все слова обманом. Вспомни, капитан, жаркий летний наш роман, В страсти ураган бился под тельняшкой. Вспомни, капитан, как удрал ты в океан, Уплыла в туман белая в пуражках. И я перестала ждать, слезы давно не лью, Стала вновь доверчива ручная. И ни к чему скрывать, я тебя не люблю, И в толпе тебя я не узнаю. Мне с тобой не повезло, и однажды всем назло, Я влюблюсь в водителя трамвая. Вспомни, капитан, жаркий летний наш роман, В страсти ураган бился под тельняшкой. Вспомни, капитан, как удрал ты в океан, Уплыла в туман белая в пуражках. Вспомни, капитан, жаркий летний наш роман, В страсти ураган бился под тельняшкой. Вспомни, капитан, как удрал ты в океан, Уплыла в туман белая в пуражках. Уплыла в туман белая в пуражках. КОНЕЦ КОНЕЦ На краю посёлка Там жила девчонка Ну, а по соседству Парень Гриша жил Он в неё влюбился Под окном крутился И никто не знает, чем он был Ей мил Гриша, Гриша Брандилась моя крыша Я не знаю, как всё вышло Только крыши нет Гриша, Гриша Заводом не крышу Они то уйдут Соседу в ухе и секрет Есть в зале Гриша Гриша, где ты, да? Отзови! Так дружила долго С Гришкой у девчонка Им обоим было Восемнадцать лет Стрельницы гадали Ведь они не знали В чём же заключался Их любви секрет Гриша, Гриша Брандилась моя крыша Я не знаю, как всё вышло Только крыши нет Гриша, Гриша Заводом не крышу Они то уйдут Соседу Вот и в языке Гриша, Гриша Брандилась моя крыша Я не знаю, как всё вышло Только крыши нет Гриша, Гриша Заводом не крышу Они то уйдут Соседу Вот и в языке Вот и в языке Таня, ты когда после концерта выходишь в пустой зал, зрители ушли, ты радуешься или грустишь? Ну, когда как. Я хочу сказать только о Питере. Знаешь, вот я как-то вот сейчас в данную ноту, мне и радостно, и грустно немножко. Радостно, во-первых, наверное, потому что Питер встретил меня, знаешь, как добрый, искренний друг. И гостеприимно, и внимательно, и с улыбкой, и с цветами. Ну и вот, я даже не могу тебе сказать, со всей добротой души, которая есть. Ну, а грустно, конечно же, потому что вот сейчас закончился последний концерт. Я думаю, что, в принципе, в этом году может быть еще не последний, может быть, еще будет побольше. Ну, а так, и так, и так. Хочу еще раз приехать. Ну, дай бог, а ты вообще мечтательный человек? Вот о чем ты мечтаешь? Вот когда, может быть, ходишь по залу, по пустому или где-то еще? Вообще мечтаю, очень много мечтаю, даже, конечно, слишком, да, фантазирую. Вот. Но вот когда по пустому залу, не знаю, мне грустно, мне кажется, мне лучше, когда там кто-то сидит, когда кто-то улыбается. Ну, а когда по полному, ты же понимаешь, тут уже, тут уже все, тут я уже вижу эти глаза, эти улыбки, и просто столько счастья. Вот, вот, наверное, жизнь в эти минуты кажется такой счастливой, что больше вот, 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 просто до головокружения, просто вот до такой степени. А скажи, вот для себя это тяжелый труд, и как ты после этого тяжелого труда расслабляешься дома, как отдыхаешь? Нет, для меня это не тяжелый труд, по крайней мере, здесь один концерт, а вот, когда два-три, тогда я уже немножко чувствую, что это так тяжеловато. Ну, а это, в принципе, нет, потому что и по накалу концерта, и вообще, вот, сам концерт проходил так, так хорошо-хорошо, что мне, совсем я не устала. А как отдыхаю обычно после труда? Ну, я не знаю, приходишь домой, задержаешь ноги выше головы, так, чтобы они не сильно гудели. Ну, попьешь чай горячего, а то обычно, вот, как сейчас, хрипишь, сипишь, ну, и больше ничего, и спать, и, конечно, воспоминания. Таня, а ты дома занимаешься хозяйством, готовишь, может, шьешь, может, вяжешь? Не шью, не вяжу, но хозяйством обожаю заниматься, у меня дом, это вообще для меня такой маленький уголочек, где можно вот действительно отдохнуть. Я очень обожаю, самая любимая, кстати, комната, у меня, или, как это называется, кусочек в квартире, это кухня, потому что там, я люблю, там, уютненько так все, и свет маленький, там можно и кофе попить, я обожаю готовить, ну, то, что умею, по крайней мере. Какое твое фирменное блюдо? Ну, как для меня, то готовить не надо, у меня особо там фрукты, овощи, но вот, как для гостей, или, там, для мужа, любимое, наверное, это борщ, это вареники, это, наверное, наше хохлядское, ну, серьезно, вот, ну, такой, салат и все, вот так вот, то, что я умею. А ты настоящая хохлушка? Настоящая. В Киеве родилась. А ты часто там бываешь с концертами сейчас? С концертами, в принципе, один или два раза в год, в этом году пока еще не были, вот, думаю, поехать там, тоже, в Украине мы выступали, но, вообще-то, меня очень тянет там, очень скучаю. А вот у тебя нет таких ассоциаций, что где-то вот хорошая, добрая публика, а вот где-то такая напряженная, злая, у тебя не бывало такого ощущения? А я об этом не думаю, знаешь, я когда выхожу, даже я вижу какие-то глаза такие, не совсем добрые, я начинаю туда там, с ним там, заигрывать, когда как, когда на сцену, и, знаешь, в принципе, это получается, вот, всегда удавалось, чтобы из злого, какого-то такого напряженного лица получилось смешно и весело. Я еще почему спрашиваю, ты так вот бесстрашно выносишься в зал, там, садишься к кому-то, вот, ты не боишься, мало ли какие люди, мало ли там, что сделают? Нет, вообще об этом не думаю, вообще об этом не думаю, потому что, ну, я не знаю, ну, что можно сделать, ну, я не знаю, ну, один раз меня взяли на руки и пытались унести вообще из зала, Я кричала, пустите, пустите, меня лучше не сиди на сцену. Но так обычно не бывает такого. Мне так кажется, что человек, в принципе, вот, когда к нему подходишь с добрыми глазами, с доброй улыбкой, и ты показываешь ему, или, может быть, ну, вот, преподносишь то, что в душе отдаешь, Мне кажется, человек любой, какой бы он ни был, он все равно почувствует это и никогда не сделает плохого. Не так кажется. Другая ночь 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 А они что, входят в новую пластинку, да? Да, в новую пластинку, в будущую пластинку, я думаю, что она вот-вот скоро уже будет заканчиваться, потому что мы... еще есть две песни, пока я сюда их... в программу в эту еще... так не хочу. Не то, что вот... пусть это будет маленьким-маленьким секретом, потому что та программа, может быть, немножко будет помощнее, посильнее, и поэтому не все песни хотелось мне там показывать, так, начало, так, чуть-чуть. А ты не хочешь свою программу вести, там, балет, сейчас это же все делают, танцы какие-то? Да нет, я раньше хотела, я раньше хотела, но потом увидела, что это вот здесь у меня все делают, и мне кажется, что можно, можно, в принципе, на одну-две песни, но хотя мне и так легче. Вот я сама, я вот знаю, вот, что я лучше из зала попрошу мне станцовать, понимаешь, я вот, у меня все в мыслях было такое попросить из зала, чтобы кто-нибудь вышел на сцене вместе со мной там порепетировать, танцевать, потому что, ну, когда одинаково, то как-то не так. Вот хочется чего-то такого нового, чтобы и было интересно, и весело. Ну, и подобное, наверное, не знаю. Вот ты знаешь, что все равно невольно или вольно у каждого артиста, у каждого певца есть какой-то, знаешь, там, ну, идеал, там, кумир, что ли, пусть, там, не знаю, не очень достигаемый. У тебя есть такие кумиры? Ну, вот, что касается у нас, то, я имею в виду у нас в стране, то для меня, в принципе, таких кумиров нет. Это единственное, что я, конечно же, очень-очень уважаю и, конечно же, люблю, вот именно по работе, по песням, по всему, вот, стеснялась Борисовна. Ну, вот, мне очень нравится, как работает Софья Михайловна, как нравится Ротара. Ну, просто человек безумно обаятельный, глаза очень хорошие такие, вот, доброе. Для меня почему-то всегда улыбка глазам, вот, я частенько сегодня, наверное, употребляла, потому что это, наверное, главное. Ну, а что касается заграницы, мне очень нравится, как работает Мадонна, только не песни, она для меня не кумир, не кумир. А вот именно, вот я один раз, в принципе, не знаю, как сейчас, один раз я посмотрела сольный концерт ее по телевизору. И, ты знаешь, мне понравилось, потому что там такой красивый шоу-спектакль, там каждая песня что-то несет. И зрители вместе с ней переживают, то ли она медленная, значит, это так, то ли это быстрая, значит, это так. И, вот, наверное, вот это мне не нравится, и, может быть, по чуть-чуть я. А вот ты можешь так на себя со стороны посмотреть, на свое творчество песен, и сказать, вот, твои песни, они очень содержательные, или, наоборот, бессодержательные, или они вот для таких вот девчонок, которым только это и надо, вот ты над этим думала? Я думаю, я думаю, что, наверное, все-таки, конечно же, у меня песни в основном, они для девчонок. Я не знаю, как это получилось, то есть специально я не просила писать песни именно для девчонок. Ну, вот, если честно, то и поклонятся меня больше в основном девчонки, в основном молодые, что маленькие, что чуть-чуть постарше, в основном такие вот. И песни как-то получились такие девичьи, скажем так, да, там о какой-то несчастной любви. Но это, я думаю, что, наверное, каждая девчонка, каждая девушка в своей жизни это переживала. И, может быть, так получилось. Но, в принципе, содержательные они или нет, ну, я особо так и не задумывалась. Ну, пусть они будут хорошими, добрыми, такими, знаешь, такими нашими, народными, чтобы их могли петь, там, танцевать под них, понимаешь, там, плясать. Вот так вот только. То есть и особый такой смысл какой-то там что-то выразить, конечно же, не надо бы вкладывать. Ну, еще, знаешь, вот есть такое выражение, плохо тот солдат, который мечтает стать генералом. А каким генералом мечтаешь стать ты? Я, я даже не знаю. Я, наверное, пока потихонечку шагаю такими маленькими шажками вперед. Я, кажется, еще не всего достигла от того, чего хотела. Ну, каким генералом, не знаю. Не знаю. Ну, ладно, удачи тебе. Быть генералом самым большим. Затканье! Меня! Ой, запомни. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ой, запомни. Где ты, где ты? О! Нашла. Да ничего, ничего. Я же все знаю. О! Держи. Давай просим друг другу все, что было. Простим ожесточенье, все случайно. Простим непонимание, слов печально. Но лишь бы мы друг друга не забыли. Давай просим друг другу все, что будет. На жизнь вперед, давай просим друг друга. И если нам судьба готовит вьюгу, Давай друг друга все же не забудем. Давай! Запомни меня, молодой, красивой, Безумие губ и сияние глаз. Ведь жизнь дорога, а любовь тороплива. Запомни меня, покой, как сейчас. Запомнишь? Запомни. Нет, ты громче скажи. Запомнишь? Запомни. Все слышали? Обещал. А если приеду? Давай любить друг друга без оглядки, Не различая годы и мгновенья. И говорить о самом сокровенном, Друг в друге растворяясь без останка. Давай любить друг друга, что ли силы, Не на секунду рук не разлыкая. Чтоб не давала нас судьба векая, И чтобы мы друг друга не забыли. Запомни меня, молодой, красивой, Безумие губ и сияние глаз. Ведь жизнь дорога, а любовь тороплива. Запомни меня, такой, как сейчас. Запомни меня, молодой, красивой, Запомни меня, такой, как сейчас. Что вы думаете? Я ему поверила? Нет! Правильно, вот такие вы все. Обещал? Обещал! Запомни меня. И... Запомни меня, молодой, красивой, Безумие губ и сияние глаз. Ведь жизнь дорога, а любовь тороплива. Запомни меня, такой, как сейчас. Запомни меня, молодой, красивой, Безумие губ и сияние глаз. Ведь жизнь дорога, а любовь тороплива. Запомни меня, такой, как сейчас. Запомни меня, молодой, красивой, 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 Выше руки, мужчины! Под ногами лебеда Пусть с тобой счастья было лишь немножко Но зато разлука тоже не беда Но зато разлука тоже не беда Ты нерви на груди своей рубашку Измени удар душой, не криви Уходи и люби свою Наташку Обойдут я как-нибудь без твоей любви Обойдут я как-нибудь без твоей любви На душе придается камень тяжкий Не дает это других смотреть по ней Постригусь и покрашусь, как Наташка Вот тогда и разберемся, кто главней Вот тогда и разберемся, кто главней Ты нерви на груди своей рубашку Измени удар душой, не криви Уходи и люби свою Наташку Обойдут я как-нибудь без твоей любви Обойдут я как-нибудь без твоей любви Ты же сам закатил мне в душу камень Так зачем, как раньше смотришь мне в глаза Я хочу, что за все мои страдания Побольней тебя ужарила оса Побольней тебя ужарила оса Ты нерви на груди своей рубашку Измени удар душой, не криви Уходи и люби свою Наташку Обойдут я как-нибудь без твоей любви Обойдут я как-нибудь без твоей любви Ты нерви на груди своей рубашку Измени удар душой, не криви Уходи и люби свою Наташку Обойдут я как-нибудь без твоей любви Обойдут я как-нибудь без твоей любви Татьяна Овсиенко и группа «Вояж» 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 Татьяна Овсиенко и группа «Вояж»